Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я покажу, как пересадить орхидею. Это одна из пересадок, наверное, одна из двух десятков, которые я сделал в последний день растущей луны. Потому что сегодня ночью уже началось у нас полнолуние, и до 6 мая пересаживать орхидею нежелательно. Это видео интересно чем? Тем, что в процессе видеопересадки я все то, что на экранах будет происходить, я буду комментировать в комментариях, сопровождать комментариями видео. А закадрово я вам сейчас буду отвечать на вопросы, которые были такие самые распространенные, заданные под другими видео, в которых я пересаживал свои орхидеи не в кору. Я отвечу на такие вопросы, как использование фитоспорина с грунтами, пеностекло, керамзит, перлит, другие неорганические вещества, грунты, которые не кора и не мох. Плюс отвечу на вопрос засоленности субстратов и так далее. В общем, несколько вопросов я выписал, и конечно же, друзья, я отвечу на радикальные замечания сторонников, точнее фанатов посадок орхидеев в кору. Я не могу пройти мимо, обязательно в этом видео отвечу, потому что такие камни летят в мой огород орхидейный. Ну, в общем, что я болтаю, давайте начнем. Итак, друзья, на ваших экранах будет происходить пересадка в записи, которую я сделал в последний день растущей луны. Это одна из наших орхидей, которая пришла нам несколько месяцев назад на канал Спасенная от мусорки. Сегодня мы ее вытащим, достанем, посмотрим. Я подробно покажу, вот видите, у нее воздушные корни вот такие начали расти, я вам подробно покажу, какие корешочки я буду и как я буду удалять у этой орхидеи, потому что мы ее сажали, скажем так, вот с полумертвыми корнями, лишь только для того, мы их не удаляли, для того, чтобы она, ну скажем, пришла в себя, отпоилась и реанимировалась слегка и начала отращивать новые, абсолютно новые корешки. Ну и пока я буду весь этот процесс делать извлечение орхидеи, очистки ее от старого субстрата и удаление корней, я отвечу на такой вопрос, который задала Елена Федорова и он следующего содержания. Георгий, очень хочется получить ответ на такие вопросы. Первый. Часто перед посадкой растения мы замачиваем фитоспорини. Делается это для того, чтобы заселить полезную микрофлору в грунт. Вопрос. Актуальна ли такая обработка при посадке в керамзит или пеностекло? Ведь вы говорите, что здесь нет органики. Куда же тогда заселяется эта микрофлора в данном случае? Итак, отвечаю на вопрос. Да, все верно. Мы корни орхидеи, которые находятся либо в таком предгнилостном состоянии, в котором, на наш взгляд, уже есть какие-то патогенные микроорганизмы, которыми является грибок. Мы замачиваем фитоспорини для того, чтобы они не размножались и своими токсичными веществами от своей жизнедеятельности не травили орхидею, от чего бы корни отмирали и, соответственно, шла гниль не только корней, но и всего растения. Мы замачиваем фитоспорини, заселяем грибок, но, заметьте, друзья, мы замачиваем корни орхидеи. То есть мы этим, скажем, таким живым грибком, который в растворе фитоспорина, мы замачиваем сами корешки. Этот грибок впитывается в корни. Он уже при замачивании начинает подавлять ту плохую микрофлору, которая уже присутствует на корнях и в корнях. Потому что, ну, вы знаете, что веламен, он пористый, и грибок существует плохой не только на поверхности корней, но он еще и прорастает, пробирается внутрь самих корней. Поэтому мы в первую очередь и замачиваем, как бы, сами корни. Мы не замачиваем грунт, ведь также иногда мы, да, это делаем, мы замачиваем грунт, грунт при условии, что корни орхидеи находятся в этом субстрате. И наша цель замачивания грунта не для грунта, а для того, чтобы этот раствор добрался до корней. Поэтому мы по большому счету-то не проливаем, ну, точнее, не для грунта замачиваем фитоспорином, а для того, чтобы избавить корни орхидей. У нас нету цели, чтобы вот именно грибок этот заселился в сам грунт и какое-то время жил. Нет, он не будет жить в самом грунте. Он активно работает, активно живет, ну, в пределах двух-трех недель, не более того. Поэтому, как бы, и рекомендации производителя фитоспорина, они такие, что раз в две, в три недели повторять процедуру пролива или поливать раствором фитоспорина для того, чтобы именно вокруг корней, чтобы этот раствор добирался до корешков растения и убивал плохую микрофлору, которая ведет к гниению. Вот и все. Ну, вот, надеюсь, ответил на этот вопрос. Второй момент. Благодаря вам мы все уже научились сажать орхи в пеностекло и поливать его. Спасибо. Помню, вы делали тесты на влагоемкость этих компонентов, но ни разу не слышала ваше наблюдение на тему того, насколько долго способны эти субстраты держать влагу в сравнении с корой. То есть, насколько быстро они просыхают в сравнении с корой и требуют ли такие посадки более частого полива. Если, конечно, это не мокрые пяточки. Ну, вот, Елена, я, конечно, тесты такие делал. Другое дело, что на видео именно я не снимал этот тест. Именно тест керамзита, пеностекла и коры. У нас был тест, мы в прошлом году делали этот тест на влагоемкость. Как быстро и как много вбирает в себя воду кора, пеностекло и керамзит. И буквально я озвучивал данные, что вот через сутки я взвешивал горшочки с этими компонентами. И мы пришли к выводу, что керамзит через сутки быстро воду теряет, а кора и пеностекло через сутки содержат одно одинаковое практически количество воды. Далее я проводил дальнейшие тесты, но я, конечно, не снимал на видео. И в ближайшие дни я, наверное, прям сделаю видеосъемку теста, в котором мы вместе с вами проведем на как долго сохраняется вода именно в пеностекле, как долго сохраняется вода именно в коре в соотношении друг с другом. То есть в соревнованиях друг с другом это мы обязательно сделаем и покажу. Поэтому сейчас все мои слова, они будут, скажем так, голословны. А когда я сделаю тест, обязательно все покажу, и мы вместе с вами все увидим. Я постараюсь все сделать, ну, скажем, объективно, одинакового размера кусочки коры, одинакового кусочки пеностекла. И все это дело мы по времени засекчем, замочим и будем, скажем, через каждые там несколько часов или суток, через каждые сутки взвешивать и смотреть, как быстро испаряется вода, как быстро отдает этот субстрат в воду. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Виктория Насыпайко. И зрители с подобным вопросом задают следующий. Подскажите вопрос. Подскажите, пожалуйста, керамзит обязательно должен быть специальный? Или обычный строительный тоже подойдет? Я уже вот этих вопросов, наверное, около сотни прочитал, уже устал отвечать на этот вопрос. Что керамзит, он и в Африке керамзит. Он что строительный? Он один, он один, друзья. Он отличается только по своей плотности. Что такое плотность? Это наличие внутри пузыриков. То есть сам по себе керамзит, он не особо впитывает воду, да он практически вообще ее не впитывает. Другое дело, что больше пузыриков внутри керамзита или меньше. Чем больше пузыриков, тем он легче. Чем меньше пузыриков в керамзите, тем он плотнее. Только и всего. Но чем интересен керамзит? А тем, что поверхность у него с такими микропорами. И эта поверхность пористая дает возможность жидкости капиллярно сообщаться, то есть подыматься и распространяться. Если, например, мы налили на низ горшочка воды, то чем мельче керамзит и больше площадью соприкосновения друг с дружкой вот этих катушков керамзитовых, то тем быстрее и обширнее распространяется вода по грунту, точнее по объему горшка и вверх, и в стороны. Вот этим и хорош керамзит, когда его используют, например, в полузакрытых системах, в закрытых системах. Он не подвержен мнению. А какой плотности, по большому счету, значения никакого не имеет. Для орхидеи одинаково будет любой керамзит. Надеюсь, ответил на этот вопрос. Следующий вопрос задает Елена Щукина. Спасибо за подробные интересные видео, но я не решаюсь сажать в керамзит. Мне кажется, он очень быстро вбирает в себя соли и всякую бяку из воды. И его либо надо часто менять, либо вода должна быть идеального качества, а добиться этого очень трудно. И еще вопрос. Керамзит просто закоксуется или начнет все это отдавать орхам? Ну вот это, друзья, очень такой хороший вопрос. Но я с подобным вопросом обращался ко всем тем орхаманам. Ну не ко всем, а к огромному количеству орхаманов, которые в том числе ведут свои каналы на Ютубе. И уже не один год сажают свои орхидеи в керамзит, которые до этого очень много лет тоже сажали орхидеи в кору. И вот я задавал этот вопрос, на который подавляюще, да, наверное, все, все орхаманы, которые сегодня сажают в керамзит, по засоленности и впитыванию каких-то микроэлементов из удобрений или из воды, которую мы их поливаем, все в один голос говорят, что что керамзит, что кора, скажем так, среднего качества, да, они одинаково, одинаково засоляются от жесткой щелочной воды, от удобрений. Одинаково, никакой разницы нету. Но керамзит очень легко решает эту проблему, если раз в месяц проливом, проточной водой, отстойной, очищенной, проливать керамзит просто по горшку, проливать его, там, ну, пролить, наверное, я не знаю, несколько литров воды через весь горшок, то все обмывается. Если это делать периодически, то керамзит, он легче вымывается, легче очищается, чем нежели эта кора. И в таком положении керамзит, конечно, он в выигрышном положении перед корой, потому что кора, она с годами, точнее не с годами, а с месяцами все равно, она очень сильно впитывает, очень засаляется, накапливает это внутри, на поверхности, если она еще и может хорошо промыться, то внутри она практически не вымывается, а керамзит, он внутрь не впитывает, только поверхность, поэтому здесь с этим проще. Теперь, друзья, подойдем к такому вопросу, который мне, наверное, вот задала не только одна зрительница нашего канала, Галина Карпенко, но и были еще подобные замечания, причем даже некоторые в таком, знаете, радикальном тоне, с такой какой-то даже предъявой, но вот смысл у всех примерно один. Георгий, почему же ты раньше не практиковал посадку в керамзит? Эта посадка в керамзит имеет место быть быстрее, чище и так далее, но классическая посадка в кору останется в приоритете, потому как приближена к среде обитания и произрастания орх. А замена грунта происходит только по причине отсутствия хорошей коры в наших магазинах, не у всех есть возможность заготовить ее самим, вот поэтому люди и экспериментируют со всяким шлаком. И все эти букашки и таракашки, это все ерунда, в нашем организме тоже водятся всякие гады, так устроен живой организм, не без этого. Это вот комментарий такой Галины Карпенко, на что я вот дословно ей ответил, что два года назад я жил в квартире, и орхидеи, вот как говорится, были прям под попой. И следить за ними, хочешь или нет, приходилось поневоле, потому что они были вот в квартире на расстоянии вытянутой руки, прям вот я сижу за столом, а они вот были у меня на подоконнике, даже ближе, чем на расстоянии руки. И было их всего, друзья, 50 штук до переезда в свой дом, в котором я уже третий год живу, в котором после переезда коллекция моя увеличилась, уже вот на сегодняшний день 200, ну там чуть больше, да, 200 штук, друзья. Кроме меня никто за ними не следит. А я в последние годы веду, ну просто так скажем, кочевой образ жизни, в том смысле, что могу в командировку по делам уехать, не на одну неделю, а на 2, 3, 4, а порой даже и на полгода. Могу в путешествие отправиться, тоже не на одну неделю, а на 2, 3, 4, 5 или 6 недель. И как все это время будут себя чувствовать орхидеи в коре без полива. А если с долгосрочным поливом, например, мокрые пяточки, то на сколько этой коры хватит, тем более, что, как уже сказали, что качественной коры, ну, скажем, не найдешь, да, и нужно ли мне отказываться от орхидеи, или вообще бросить увлечение орхидеем, да, по такой причине, что, видите ли, не в кору сажать орхидеи нельзя. И вот складывается такое ощущение, что те люди, которые пишут подобные комментарии, типа, орхидеи в коре, это их единственная естественная среда обитания, как будто лучше других знают и видели, как и где орхидеи растут в природе. Я огромное количество стран проехал в Юго-Восточной Азии, я сотни, я не знаю, тысячи, десятки тысяч орхидеи видел в природе, как они растут. Ну, к сожалению, возможно, да, я не снимал на видео раньше, потому что не вел канал и не было мысли об этом. Так вот, я вам скажу, что фаленопсисы не растут в коре, в природе. Они не растут в грунте. Они растут вообще без грунта. А потом я сто раз говорил, что я не хочу жить для орхидеи и тратить свое время ежедневно на них. Это моя жизнь, а не их. И я хочу, как вы говорите, посадить их в шлак, и чтобы не было букашек с таракашками. А насчет классической посадки, скажу вам так, езда на лошадях, это тоже классический способ передвижения человека. Потому что человечество тысячелетия на них передвигалось. Однако я сомневаюсь, что радикальные фанаты коры передвигаются на лошадях. Ну, а почему вы не передвигаетесь, друзья, на лошадях? Да потому что на автомобиле, на общественном транспорте, на самолете быстрее, практичнее, проще и так далее и тому подобное. Лошади, это да, осталась такая, знаете, классика. Сесть, покататься на ней для души. Только и всего. Но у каждого из нас в гаражах стоят по автомобилю. Ну, если не автомобиль, то может быть велосипед, мотоцикл. А то и два-три транспортных средства. Так и с орхидеями, друзья, я верю, что через какое-то время мы будем сажать в неорганические грунты, как кора, мох, кокосовые чипсы, а в более долговечные. Будет ли это керамзит или пеностекло? Я, друзья, не знаю. Но знаю точно, что современный ритм жизни и ненасытный хомяк, живущий внутри каждого архамана, заставляющий нас увеличивать свои коллекции орхидей до необъятных размеров, приведут наши посадки орхидеи к таким грунтам, в которых орхидеи будут сидеть, расти и цвести годами. И это точно будут не кора. Не кора, друзья. Вот такое сегодня получилось у нас видео. Всем хорошего выходного, хорошего настроения, здоровья. У нас сегодня солнышко, хорошая погода. Всем добра, счастья и до встречи в следующем видео. Все, друзья, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok